Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами будем изучать тему «Интересы, направления и инициативы Казахстана в процессе политической интеграции». Цель обучения – анализирует интересы и цели политической интеграции Казахстана. Цель урока – определить интересы и цели политической интеграции Казахстана. Прежде чем приступить к изучению нового материала, подумайте над вопросом «Какова роль Казахстана в международных организациях?». А чтобы определиться с ответом, я предлагаю вам просмотреть внимательно данный урок. Самая крупная международная организация – это Организация Объединенных Наций. Она была создана для поддержания и укрепления международного мира и безопасности, а также для развития сотрудничества между государствами. Устав ООН был утвержден 24 октября, и этот день является Днем Организации Объединенных Наций. Вам представлено схематическое изображение системы главных органов ООН. Это Генеральная Ассамблея, Главный Совещательный, Директивный и Представительский Орган. Секретариат обеспечивает работу ООН. Генеральный секретарь, Глава Секретариата. Совет Безопасности несет главную ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Международный суд, Разрешение споров и разногласий. Совет по опеке, Управление и наблюдение за подопечными территориями. Экономический социальный совет. Он координирует сотрудничество в экономической и социальной областях ООН и ее специализированных учреждениях. Специализированные учреждения – это самостоятельные международные организации, созданные ООН для решения специализированных задач. Членами ООН являются 193 государства. Штаб-квартира расположена в Нью-Йорке. Дополнительные офисы имеются в Вене, Женеве и в Найробе. Официальные языки – английский, французский, русский, китайский, арабский, испанский. По карте видны государства-члены ООН. В состав ООН не входят Ватикан, Палестинские территории, Западная Сахара. Организация Объединенных Наций имеет награды. Это Нобелевская премия мира, премия Пибоди, премия имени Сахарова. Казахстан является членом более 50 международных организаций, в том числе ООН, Международного банка реконструкции и развития, Всемирной торговой организации, ЮНЕСКО, Всемирной организации здравоохранения, Всемирной туристской организации, Интерпола, Международной организации гражданской авиации и других. Казахстан входит в порядка 20 региональных и межведомственных организаций, являясь членами Евразийского экономического союза, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Организации исламского сотрудничества, СНГ, Шанхайской организации сотрудничества и Совещания по взаимодействию и мирам доверия в Азии. Казахстан стал членом ООН 2 марта 1992 года. Это первая организация, в которую вошел Казахстан. Казахстан – участник договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. С 2017 года Казахстан в течение двух лет будет непостоянным членом Совета безопасности ООН. Кандидатуру страны на этот пост поддержали 138 государств. Сейчас в структурах ООН работает 20 граждан Казахстана. В 2010 году Казахстан председательствовал в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В Астане прошел саммит ОБСЕ. В 1995 году Казахстан был принят в Организацию исламского сотрудничества на сессии ОИС в Гвинея. Взносы Казахстана в Исламскую организацию сотрудничества составляют 1% ее бюджета. В 2017 году Казахстан будет председательствовать в Шанхайской организации сотрудничества. В 2015 году Казахстан председательствовал в СНГ. В ноябре 2015 года Казахстан вступил во Всемирную торговую организацию. Переговоры о принятии страны в ВТО продолжались 20 лет. Развивая страту рудничества с арабскими и тюркскими государствами, Казахстан в 1995 году стал членом Организации исламской конференции. Взаимодействие с мусульманскими государствами является одним из приоритетных внешней политики республики. Со своей стороны, исламский мир рассматривает Казахстан как неотъемлемую часть мусульманского сообщества. Всем известно, что в 1992 году на 47-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент Казахстана Нурсултан Абишевич Назарбаев выдвинул инициативу по созыву «Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии». Первый саммит прошел 4 июня 2002 года в городе Алматы, где приняли Алматинский акт, который определил основные принципы и механизмы функционирования данного объединения, а также декларацию об устранении терроризма и действия диалогу между цивилизациями. 21 декабря 1991 года в Алмате главы 11 суверенных государств, за исключением Грузии, подписали протокол, указанному соглашению, в котором подчеркнули, что все республики на равноправных началах образуют сотрудничество независимых государств. Участники встречи приняли Алматинскую декларацию, подтвердившую приверженность к сотрудничеству в различных областях внешней и внутренней политики, провозгласившую гарантии выполнения международных обязательств бывшего Союза СССР. Казахстан является активным членом многих международных организаций. 2 марта 1992 года Казахстан вошел в Организацию Объединенных Наций. На сегодняшний день в Казахстане работают 15 представительств ООН. Подтверждая стремление к миру и безопасности во всем мире, в 1992 году Казахстан вступил в Организацию по безопасности сотрудничеству в Европе. Одним из важнейших событий для Казахстана стало председательствование нашей страны в ОБСЕ в 2010 году. По итогу масштабного саммита была принята Астанинская декларация на встречу сообществу безопасности. Девизом нашей страны в ОБСЕ стали 4Т – доверие, традиции, транспорентность, толерантность. В Шанхайской Организации Сотрудничества Казахстан занимает ключевое место из-за своего географического положения в центре территории стран ШОС. С начала основания Шанхайской Организации Сотрудничества Казахстан активно участвует в работе организации и на 2010-2011 годы стал ее председателем. Казахстан был в числе первых шести стран, подписавших договор о коллективной безопасности. В феврале 2009 года были организованы коллективные силы оперативного реагирования, чьи первые совместные учения прошли в Казахстане на военном полигоне Маты-Булак. Для закрепления пройденного материала предлагаю выполнить ряд заданий. Первое. Ответьте на вопрос. В какие организации входит Казахстан? Когда Казахстан вступил в состав ООН? Какова цель ООН? Какую деятельность выполняет Казахстан в международных организациях? Второе задание. Заполните таблицу, определив цели международных организаций, дату вхождения Казахстана в международные организации, а также цели политической интеграции Казахстана в международных организациях. Третье. Определите положительные и отрицательные стороны политической интеграции для Казахстана. Домашнее задание. Напишите, если на поставленном в начале урока вопрос Какова роль Казахстана в международных организациях? Благодарю за внимание. До свидания.